Знаете, сегодня я хочу поговорить с вами о вере. Может быть, для кого-то тема кажется достаточно понятной и заезженной, но я уверен, что и тем, кто уже давно в церкви, и тем, кто, может быть, только в начале пути, будет о чем подумать. У веры есть много граней, которые раскрываются Священным Писанием. И я, наверное, сделаю акцент на одной из них больше, чем на всех остальных. И тему я назвал так – вера как отношение. В начале XX века еврейский автор, один богослов, Мартин Бубер, написал книгу о вере, где он говорил о том, что существует два типа веры. Вера древнееврейских писаний, от древнееврейского слова «Аман», очень похоже на наше «Аминь». И это слово выражало в основном отношение с Богом и говорило о доверии кому-то. Христианская вера в понимании Бубера или в его осмыслении от древнегреческого слова «пистис», которое чаще употребляется в Новом Завете применительно к вере, это греческий, эллинистический тип веры, который подразумевает прежде всего убежденность в достоверности каких-то высказываний или утверждений. Я думаю, уже здесь чувствуется определенная разница отношения и доверия, и убежденность в чем-то. Сразу замечу, что на самом деле нет различия между верой Ветхого Завета и Нового Завета, вопреки теории или пониманию Бубера, несмотря на разные слова, используемые для обозначения этого понятия, если правильно понимать действительно, что Ветхий и Новый Завет подразумевают под верой. Тем не менее, христианская церковь действительно внесла определенную лепту вот в такое понимание веры, которое упускает ключевую ее составляющую в виде отношений. Вера очень часто понимается в христианских кругах как вероучительное заявление определенное. И верить означало интеллектуально соглашаться с постулатами символов веры. Некоторые церкви, например, практикуют периодически публичное исповедание символа веры. Положим, апостольский символ веры звучит так. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца Небо и Земли. И вы, Иисуса Христа, Единого Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, страдал при Понтии и Пилате, был распят, умер, погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога, Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых, веруя в Духа Святого, Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь». Может, и нам надо ввести иногда исповедание символа веры для того, чтобы мы все точно знали, во что мы верим. Но, тем не менее, вера вот в этом смысле, в смысле согласия с тем же символом веры или с какими-то доктринальными утверждениями, это, по сути, некое интеллектуальное действие, означающее, что мы нечто признаем истиной. Слово «вера» также используется в значении религиозного вероучения, поэтому можно говорить о вере христианской, иудейской, буддистской, мусульманской. Акцент также может делаться на интеллектуальной убежденности с элементами внутренней убежденности. И мы можем периодически встретить, наверное, таких людей, которые говорят нам «а докажи, обоснуй, а докажи, что Бог есть, а докажи, что Библия – это истина, а докажи то или докажи это». Если кто-то удовлетворится, скажем так, нашими объяснениями или не нашими объяснениями, да, есть более мощные апологеты, к счастью, сегодня многие из них доступны в онлайн-пространстве, нам просто можно дать ссылку для того, чтобы кто-то посмотрел какого-то серьезного апологета, и вроде как человек с чем-то соглашается, и это становится его внутренней убежденностью, и тогда он приобретает потенциал для того, чтобы дальше двигаться уже в познании Бога. В церкви часто под верой также подразумевается эмоциональный отклик на проповедь. Вот я проповедую, кто-то услышал, его зацепило, что-то аукнуло, он поверил, и произошло некое действие, да, или это побудило его к какому-то действию. То есть очень часто в церковном понимании вера как будто направляет к чему-то, к истине какому-то, к факту, к постулату, а не к кому-то, что на самом деле является сутью христианской веры. И поэтому я хочу вместе с вами обратиться к ряду важных отрывков в Писании, которые дают нам понять о вере что-то большее. Вот то, на чем я делаю сегодня акцент. И впервые понятие веры мы встречаем в книге Бытие, когда читаем историю Авраама. 15 главу можем вместе с вами открыть. И зачитаю небольшой отрывок с первого стиха. Бытие 15.1. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Надо сказать, что Авраам, откликнувшись на призыв Божий, если мы знаем историю Авраама, вышел из своей земли, из урах Алдейского, пришел в ту территорию, которая сегодня Палестиной условно называется, территории современного Израиля, Палестиной, Сирии. И это была та земля, куда Бог его направил, обещав ему, что он будет владеть этой землей, что у него будет большое потомство, и он будет благословением для всех народов. Но придя в эту землю, Авраам вовсе не нашел там сразу молоко и мед. Вот в первый же сезон, в который он туда попал, там был голод, и он, наверное, не нашел в себе на тот момент еще достаточно веры, достаточно доверия Богу, не был уверен в том, что Бог о нем позаботится и здесь, в таких условиях, поэтому ушел южнее, в Египет, где сразу столкнулся с определенными проблемами. Потом он вернулся туда, я не буду углубляться в эту историю, была война с пятью царями, где он отставил своего родственника. То есть уже произошли определенные события. Но самое главное, что было, это то, что Авраам был уже в почтенном возрасте, и у него не было детей. И Авраам говорит Богу, второй стих, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в моем доме этот Елеизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды». Вы тут маленькую иллюстрацию этого видите, можете тоже обратить на них внимание. И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот пусть шестой стих у нас пока будет перед глазами. Смотрите, в еврейском тексте вот этого стиха всего пять слов, но их значение очень емко. И этот стих трижды цитируется в Новом Завете, в послании Галатам, Кремленам, Иаково послании. И в нем три ключевых слова. Поверил, вменил и праведность. Что значит «поверил Авраам»? Буквально эти слова значат, что Авраам сказал «Аминь Божий». Потому что еврейское слово «Аман», наше «Аминь», которое переведено как «поверить», дословно означает «да будет так». И имеет смысл полностью положиться на кого-то. Авраам полностью положился, как мы в последующем увидим, на Божьи обетования. И на самого Бога, давшего это обетование. Доказал в последующем свою веру, своими делами, да, помните это испытание, когда он должен был сына своего, как бы принести в жертву. И мы тоже спасаемся, когда верим в Божие обетования. Но при этом Авраам не только поверил словам Божьим, но и по сути принял решение вступить в отношения с Богом и оставаться в них. Вступить в отношения и оставаться в них. Это было основой веры Авраама. То, что Бог сказал Аврааму, было неочевидно физическими глазами. В опыте Авраама не было ничего, что убедило бы его, что он реально может быть отцом народов, как было ему сказано Богом. Потому что и он, и Сара уже длительное время не имели детей. Было очевидно, что они были бесплодны. Они оба находились к тому же уже в преклонном возрасте. И это был жизненный кризис для них, потому что с точки зрения культуры того времени миссия человека заключалась в том, чтобы иметь детей. И не имея детей, человек не исполнял миссию. Но Авраам принял решение, что несмотря на несоответствие Божьего обетования и его потенциальных возможностей, и его актуального состояния, он все равно будет оставаться в отношениях с Богом. Несмотря на обстоятельства. Мне кажется, что это очень вдохновляюще. И это действительно вызов многим из нас. Ведь очень часто мы обуславливаем свои отношения с Богом чем-то, что мы очень страстно хотим получить. Неважно, из какой сферы это. Но мы говорим, Господь, я очень хочу вот это. И если ты мне это дашь, то я буду с тобой, я сделаю то и это, и третье, и десятое. Но если только мы не получаем желаемого сразу, или ожидание затягивается, или, может быть, вообще не приходит ответа положительного на наши какие-то просьбы, желания или молитвы, наше отношение с Богом начинает трещать по швам. Но настоящая вера подразумевает, что мы остаемся в отношениях с Богом, несмотря на обстоятельства. Следующий значимый отрывок о вере связан с событиями исхода, то есть выхода евреев из египетского рабства. В 14 главе книги «Исход» мы читаем, что когда евреи ушли из Египта, фараон, напомнившись, организовал погоню за ними со всей египетской армией. И в результате евреи оказались в ловушке. С одной стороны море, с другой стороны египетская армия. Некуда деваться. Казалось бы, неминуемая гибель. И они запаниковали, что с одной стороны, естественно, они хотели все бросить, вернуться обратно, и начали рассуждать о том, что им в принципе было не так уж и плохо там в этом Египте, ну и что, что это было рабство и все остальное. Но Моисей сказал им, исход 14.13, «Не бойтесь, стойте, когда Моисей сделал все, что Бог сказал, израильтяне перешли по дну морскому, для нас это сегодня фэнтези, об этом снимают фильмы, но это было реальностью тех дней, и были живые участники этих событий, которые засвидетельствовали об этом, и мы сегодня можем о них читать. Но когда египтяне попытались повторить их путь, Бог дал указание, и вода вернулась на свое место. И вся египетская армия потонула. И, ладно, не буду драматизировать, кто там приплывал потом к берегу. Так вот, когда евреи увидели, что Бог помог им перейти Красное море и уничтожил египтян, они тоже приняли решение, стоя твердо в отношениях с Богом. Мы это видим в 31 стихе этой же 14 главы. Смотрите, там написано, что увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Это же самая идея. Стоять твердо и не бояться. Которую Моисей призывал их еще до того, как они пережили это спасение. Мы читали в 13 стихе этой главы. Только теперь, пережив спасение, евреи утвердились в своей вере. Этот отрывок очень важен в контексте веры и спасения, потому что после того, как мы переживаем спасение, после того, как мы остаемся твердыми, вернее, мы переживаем спасение и укрепляемся в нем еще больше. Но от нас требуется действительно определенная твердость и определенная последовательность. И когда мы в жизни сталкиваемся с каким-то вызовом, нам важно стоять твердо в отношениях с нашим Богом, благодаря чему мы переживаем спасение, оно становится нашим опытом. То есть спасение – это не что-то одноразовое, что мы переживаем, например, в момент нашего обращения, после нашего покаяния. Это некий постоянный процесс. И вообще Бог каждый день спасает нас от чего-то или через что-то. И с этим спасительным действием Божьим мы соединяемся через свое твердое стояние в вере. Пока мы остаемся на территории Бога, пока мы остаемся Ему верными, пока мы сохраняем свое упование и надежду на Него, мы находимся в зоне Божьего спасения. Идем дальше. Интересный контекст слова веры мы находим в Исайя 7 главе, 9 стихе. Иудея находится в опасности. На севере Сирия объединилась с Израилем, а к этому времени израильское государство разделилось на два царства, на северное, которое, собственно, Израиль называется, и южное, которое называется Иудея, со столицей в Иерусалиме. И вот Сирия объединилась с Израилем, они готовятся напасть на Иерусалим. И царь Южного царства, царь Ахас, не знает, как ему спасти царство. И чтобы противостоять врагам с севера, он готов на все, что угодно. Он готов обратиться за помощью к кому угодно, в том числе в Египет, но только не к Богу. Как это похоже на некоторых людей, которые, столкнувшись с какой-то угрозой, опасностью или проблемой, готовы сделать все, что угодно, продать мать родную, не погнушаться обращением к оккультным силам, к подкупу, к другим каким-то вещам, но только не надеяться на Бога. И вот именно в такой обстановке пророк Исаия был послан к Ахазу, чтобы сказать, давайте зачитаем Исаия, 7 глава, 4 стиха. Очень похожие слова. Бог их повторял неоднократно, и они сегодня звучат к нам. «Скажи ему, наблюдай и будь спокоен». Исаия, 7 глава, 4 стиха. «Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов земли, от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Рималина, Сирия, Ефрем и сын Рималиин, умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее и владеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. «Ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рециной, через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Рималиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». Сложно переведен синодальный перевод, наверное, более точно смысл второй части вот этого 9 стиха передает новый русский перевод. Если есть возможность, можно высветить. «Если не будете твердо стоять в вере», сказано там, «не устоите вовсе». Да, опасность велика. Да, кажется, что наших ресурсов недостаточно, и нужно искать себе союзников, и нужно срочно что-то делать, караул. Но Бог говорит о том, чтобы Израильское царство, вернее, Иудея в данном случае, и ее царь оставались спокойными, не пугались и не унывали. И если они будут стоять твердо в своей вере, надеясь на Бога, то они устоят. Опять же здесь подчеркивается, вот эта база, этот фундамент, стоять твердо в отношениях с Богом, особенно во времена кризиса. Исайя 28 глава, 16 стиха, давайте обратимся к нему. Исайя 28, 16. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю, в основание на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Мы понимаем уже в контексте всей Библии, что речь идет об Иисусе Христе. Он является тем камнем, в котором спасение Израиля, на котором построена церковь, и который является сегодня основанием для нашего спасения. И здесь идет речь о том, что есть тот, кто доверяет, и он не постыдится. И снова слово «верить» по сути подразумевает отношение с Богом. И контекст вот этой 28 главы Исайя очень похож на контекст 7 главы, к которому я перед этим обращался. Народ Израиля уже определился, где он будет искать помощи в своей ситуации, и, к сожалению, это не Бог. Они заключили не тот завет, они заключили союз с другим государством, надеясь, что те им помогут. Но Бог говорит о том, что этот завет не устоит. И при этом все время обращает их внимание, что есть основание, есть камень, против которого не устоит ничего. И это основание у Бога, а не у нас. Мы не найдем другого такого основания. Что бы мы ни пытались сделать сегодня точкой опоры своей, свою позицию в обществе, свою карьеру, свои, может быть, денежные запасы, еще какие-то моменты, может быть, связи с другими людьми, у нас не найдется такого основания, которое реально поможет нам устоять в любых обстоятельствах и пережить любые земные бури. В Исайе, 43 глава, с 10 стиха записано, «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет». Здесь содержанием веры является сам Господь. И мы видим, кстати, определенную связь между идеей верить и идеей знать. В древнееврейском языке слово «знать» подразумевало не столько осведомленность о каких-то фактах, то, что может быть в греческом «гносисом» является, а скорее означало познание, когда ты соприкасаешься и взаимодействуешь с чем-то. Например, написано, что «Адам познал жену свою, и у них родился сын». Они сблизились, между ними было определенное взаимодействие, и это взаимодействие принесло определенный плод. И это слово «познал» очень часто используется, обозначая супружеские отношения, интимную близость. И такова природа познания в Ветхом Завете. Взаимодействие, соприкосновение, взаимное участие какое-то. Исайя, 53 глава, подходим к ней, где также речь идет о том, что люди ищут помощи где угодно, но не у Бога. И поэтому встает вопрос, озвученный пророком Исайей. Исайя, 53, 1. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И дальше там идет пророчество об Иисусе Христе. Но означает ли неверие народа, что миссия Божья в мире не состоится? Апостол Павел в послании к римлям отвечает на это «никак». То есть ни в коем случае это не помешает Богу реализовать свою миссию. И миссия Божья состоялась не потому, что было достаточно верных людей, не потому, что люди внимали тому, что Бог говорил сам, Бог говорил через пророков, Бог говорил через свое Писание. Она состоялась только потому, что сам Бог верен. Он всегда находит людей, обстоятельства, если необходимо, сверхъестественным образом вмешивается в события, для того, чтобы тот план, который он задумал, был реализован. И поэтому самая главная причина, по которой Божья миссия продолжает совершаться в мире, заключается в том, что наш Бог верен. И по сути наша вера, как верность Богу, это уже вопрос последовательных отношений с Богом, который верен. Поэтому, когда мы говорим о вере в библейском и богословском контексте, то на самом деле мы говорим в первую очередь об отношениях и о нашей верности Богу в этих отношениях. На самом деле список истин, в которые мы верим, является вторичным в понимании веры в таком ее действительно глубинном значении, хотя действительно важным для формирования наших представлений о Боге, о мире и о себе. Очень важно понимать, что в вере главным является не что-то, а кто-то. Речь идет о живых отношениях с Богом. Поэтому независимо от того, у вас уже есть христианский стаж, или вы только интересуетесь, или в начале христианского пути ответьте себе на вопрос, вы верите во что-то, или вы верите в кого-то. Объектом вашей веры является что-то или кто-то. Ведь на самом деле христианская вера и христианское христианство в целом это об отношениях. Очень часто, мне кажется, что люди новые, которые приходят в церковь, недопонимают этого момента. И иногда они пытаются вступить в церковь, как в клуб, говорят, мне нравится у вас, я хочу ходить в вашу церковь. Окей, ходи. Или человек приходит и говорит, что, знаете, я хотел бы креститься, потому что он где-то слышал, что через крещение становятся частью церкви. Мы говорим, хорошее желание, но мало просто хотеть креститься для того, чтобы стать частью церкви. Вопрос первый. Есть ли у тебя вера, в которой есть отношение с живым Богом? На самом деле, стать частью церкви, это не просто прийти в нее, не просто освоить какую-то церковную практику, неважно какой конфессии, и понять, что нужно делать в церкви, как заходить, как сидеть, когда вставать, когда и как молиться, и так далее. На самом деле, первый вопрос, это встретился ли ты с Богом? Познал ли ты кого-то? Началось ли у тебя какое-то персональное взаимодействие с тем, кто реально является центром и смыслом веры? Того, кто является центром христианства? И если кто-то пришел в церковь и видит, усваивает только внешнее, то этого недостаточно. И это может быть в определенном смысле проблемой. Потому что если вы не пойдете дальше, и если вы не увидите за какой-то объективной частью чего-то более глубокого, то может быть проблема. У вас не будет живой веры, которая на самом деле приводит к спасению, и которая на самом деле является основанием для нашей жизни. И замечательно одно, что начало этим отношением полагает Бог, который закладывает крепкое основание на Сионе. У нас есть сегодня знание, у нас есть сегодня понимание об Иисусе Христе, и мы понимаем, в каком направлении нам надо двигаться. Мы понимаем, чего нам нужно искать, мы понимаем, точнее, кого нам нужно искать и отношение, с кем нам надо стремиться развивать. И мы можем участвовать в этих отношениях, если мы действительно пустили Бога в свою жизнь, если мы открыли Ему свое сердце, если мы сказали себе, что мы хотим, чтобы наша жизнь была изменена им, что мы не хотим больше жить без Бога, что нам не нравится то, что мы делали. Мы признаем себя банкротами и неудачниками в том, что мы сами своими руками пытались организовать свои жизни. Да, возможно, в чем-то мы преуспели, да, возможно, мы занимаем какую-то позицию, да, возможно, мы зарабатываем неплохие деньги, но что-то внутри остается незаполненным, что-то внутри нам все время говорит о том, что еще нам нужен кто-то, и этот кто-то – это Бог. Иисус в своей притче про двух строителей указывал, что глупый строитель отвергает то основание, которым Бог указывает, и начинает строить на другом основании. И на самом деле, если мы уже нашли Бога, то наша миссия заключается в том, чтобы убеждать людей строить на правильном основании и свидетельствовать об этом основании своей собственной жизнью. Знаете, мы вчера на Альфа-курсе разговаривали с ребятами о том, что настоящее свидетельство о Христе состоит в том, что мы можем рассказать о том, что Бог сделал реально для нас. И многих людей приводит ко Христу, и многих людей побуждает двинуться в направлении веры. Не изложение каких-то библейских истин или не изложение каких-то теоретических моментов, а приложение, скажем так, христианства к нашей собственной жизни. Если мы рассказываем, что у меня до Бога или без Бога было так, а когда я встретился с живым Богом и открыл свое сердце Ему, Бог изменил мою жизнь, и я приобрел вот это, и у меня теперь так, то это способно произвести гораздо более сильное действие. Оно может проникнуть в глубину сердца. Оно может не остаться только на уровне разума, как хорошая идея, или я подумаю об этом позже. Оно может вдохновить, последовать за таким примером. Вера всегда требуется, когда нужно стоять твердо на своем основании во времена трудностей и испытаний. И нам стоит понимать, что есть всего два испытания, два основания, вернее. То, которое Бог заложил, и то, которое во время кризиса закладывает сам человек. И Библия без всяких купюр показывает нам массу неудачных примеров тех оснований, которые сами люди пытались закладывать под свою жизнь. И все они терпели неудачу. В каких-то случаях Бог давал им столкнуться с последствиями их неправильных решений, и они страдали, и они терпели какой-то урон. В каких-то случаях Бог по милосердию своему покрывал их неразумие, и тем не менее хранил, оберегал, вел и так далее. Но вместе с тем нам стоит помнить, что есть основания, которые Бог заложил, и есть те, которые мы можем пытаться закладывать сами. Евреям 10-я, 11-я глава, 12-я глава. Наверное, невозможно не вспомнить о них, когда мы говорим о вере. И тот, кто знаком с Библией, понимает, почему. Потому что в этих главах показаны люди, которые продемонстрировали такую веру, которая помогала им стоять на основании, несмотря ни на что. В Евреях, например, 10-й главе, 38-й и 9-й стих, мы читаем, Евреям 10-38, «Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». И после этого, в 12-й главе послания к Евреям, с 1-го стиха, мы можем прочитать следующее. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Смотря на начальника и совершителя веры, то есть на начинателя, пионера Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел одесную престола Божия. Подумайте о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Иисус – пионер веры, тот, кто первым прошел определенным путем и показал нам некий пример. Он является совершенным краеугольным камнем, то есть тот, на котором дальше строится все здание и не падает, и стоит твердо. И наша собственная вера является участием в этой вере Иисуса Христа. В евреям похоже, что сама по себе вера является свидетельством о верности Божией. Знаете, когда мы остаемся верными, оставаясь на скале, мы тем самым свидетельствуем о том, что эта скала и это основание остается верным. Друзья, вера – это взаимодействие с верным Богом. Очень много корня веры у нас сегодня в моей проповеди. Но это важно понять. Верность Бога не только призывает нас быть верными, но и дает нам способность оставаться верными. Наверное, здесь же стоит упомянуть и еще об одном аспекте веры, потому что одним из смыслов слова «вера» является доверие. На чем основывается наше доверие Богу? На чем оно должно основываться, по крайней мере, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями? Когда мы, может быть, переживаем какой-то кризис? Эта вера и это доверие основывается на том, что мы узнаем о Боге. Давайте проведем аналогию с человеческими отношениями. Допустим, я договорился встретиться в определенное время со своим другом. И, допустим, мы еще живем в то время, когда у нас не было мобильных телефонов, и мы не имеем возможности созвониться. Или мы находимся где-то вне зоны действия сети. И проходит час после назначенного времени, его нет. Проходит полтора, не знаю, дождусь ли я столько, но, допустим, дождался, его все еще нет. И вопрос, как я себя поведу в этой ситуации? Начну ли я проклинать его за бездумность, за безответственность и думать о нем всякое плохое? Нет, ведь годы дружбы научили меня, что на моего друга можно положиться. Я знаю, что он хороший и ответственный человек. Значит, что-то помешало. Значит, случилось что-то, не зависящее от него. И даже если он не имеет возможности мне об этом сказать и это объяснить, я не буду его обвинять. Я буду его оправдывать. Я буду все равно смотреть на него положительно. И если я люблю и уважаю человека, то я ставлю ему в заслугу хорошее и стараюсь не винить за плохое, предполагая, что у него есть оправдание или какая-то уважительная причина, или это что-то в моменте такое. Но в итоге при таком подходе возникает взаимное доверие, уважение и любовь. И если мы вернемся к Богу, имея в виду вот это, то со временем, благодаря личному опыту общения с Богом в молитве, благодаря изучению Библии, в которой мы видим, как Бог действовал на протяжении многих тысяч лет в отношениях с самыми разными людьми, мы узнаем те или иные качества Бога, и они нас восхищают. Мы действительно понимаем, что Бог верен. Мы действительно понимаем, что Бог любящий и милосердный. Мы действительно понимаем, что у Бога сердце Отца. И поэтому, если у нас сформировалось правильное представление о Боге, то мы будем доверять Ему, что бы ни происходило в нашей жизни, хорошее или плохое. Мы все равно будем держаться за Него. Мы все равно будем стоять с Ним в отношениях. Доверять Богу – это значит не обвинять Его, когда происходит что-то, что нам не нравится, или что-то, что является нехорошим для нас, но продолжать держаться за Него. Если мы понимаем о вере вот все то, о чем мы говорили, что вера – это отношение, вера – это доверие, вера – это стоять твердо на том основании, что Бог будет верен в любом случае, и мы не постыдимся, то стоит понимать, что на самом деле тогда противоположностью веры, наверное, не является в полномере ни сомнение, потому что сомнение все-таки лежит где-то в интеллектуальной плоскости, а вера – это гораздо более широкое понятие. Вера не будет, наверное, являться противоположностью отчаяния. Наверное, настоящая противоположность вере – это упрямство и жестокосердие, потому что либо мы находимся в отношениях, либо мы во всем полагаемся на Бога, либо мы стоим твердо на его основании, несмотря на все, что происходит в нашей жизни, либо мы проявляем определенное упрямство, и у нас есть какое-то ожесточение сердца. Смотрите, как только Адам с Евой перестали быть верными Богу, прекратились отношения, которые позволяли им свободно вести себя и чувствовать присутствие Бога. Как только они отошли от отношений послушания, они согрешили. И так же происходит с нами. Как только мы отступаем от отношений верности Богу, мы согрешаем. Павел касается вопросов совести, которые неотделимо связаны с отношениями с Богом. И если я осознанно в своем разуме и действии нарушаю отношения с Богом и упрямо продолжаю идти по своему пути, то я грешу. Я поступаю против своих отношений с Ним. Поэтому Павел говорит нам о том, когда рассуждают, в том числе об удаложертвенной пищи, например, что если мы делаем что-то, что нарушает мир в наших отношениях с Богом, то мы грешим. И поэтому нам стоит быть очень внимательным к тому, что говорит нам наша совесть. Хотя бывает, что Бог заставляет нас выйти за рамки наших узких представлений. Мы можем вспомнить историю Петра. Помните, иудеи считали, что язычники недостойны Евангелия, что они недостойны быть спасенными, и у них были определенные предпосылки для этого. Но Бог показал Петру, что язычники тоже находятся в его плане спасения. Бог дал побуждение язычнику Корнилию пригласить к себе в дом Петра. Петр проповедовал, Дух Святой пришел, и всем стало очевидно, что здесь представления людей были неправильными. Друзья, я буду подводить итог. И напомню, что я сегодня говорил о том, что вера — это не... Или, наверное, скажу так, что признание каких-то истин библейских, евангельских, вероучительных является лишь частью веры, но не является всей веры и не является ее сутью. Потому что на самом деле вера в библейском ее понимании подразумевает в первую очередь отношения с живым Богом. Подразумевает нашу верность Ему, если мы эти отношения начали. Подразумевает, что мы доверяем Ему, что бы ни происходило в нашей жизни. И поэтому, прежде всего, каждому из нас важно искать этих отношений. Тому, кто только начинает свой путь со Христом или интересуется Богом, или христианством, стоит тоже в первую очередь искать этих живых отношений. Познавать Бога, пытаться понять Его характер, открывать Ему свое сердце и взаимодействовать с Ним на личностном уровне. Потому что христианство — это вера в живого Бога. Аминь. Давайте помолимся.